Уважаемые коллеги, добрый всем вечер. Начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию после пятого матча серии. Существует всей серии между ЦСКА и Динамо. Традиции. Представляем на всех случаях тренеров, игравших в следующий команд. Олег Валерьевич Нарок, главный тренер Динамо. Вячеслав Ильич Буцаев, главный тренер ЦСКА. Ну и наступают традиции. Во-первых, поздравляем. Во-вторых, Олег Валерьевич, комментарий. Вся серия прошла для нас очень трудно. У нас здесь хорошая команда. Два вертами. Два вертами. Ребята не сбивались, играли до конца. Кнули свою линию. Поздравляю всех болельщиков, команду. Спасибо. Ну, прежде всего, хотел бы поздравить предварилища и команду Динамо с выходом в следующий раунд. Поблагодарить болельщиков за ту теплую атмосферу, обстановку на сегодняшний матч, да и на предыдущих тоже. Всегда тяжело, наверное, проигрывать. Вот так вот. Но вот это поражение, оно, я считаю, что оно достойное поражение, за которое не стыдно ни нам, ни игрокам нашей команды. Что мы отдавали секрет полностью, характер, привели характер, волю к победе, но в последних трех матчах Динамо было удачнее в исполнении на один точный бросок. Вот, в принципе, и все. Так, хочу поблагодарить команду за эту серию и пожелать Динамо удачи в финале конференции. Спасибо. Коллеги, ваши вопросы, не забывайте представляться. В БСС, вопрос, что я вам могу, я говорю, а не везение. Наверное, я бы не ставил так ребром вопрос, пока у нас разных много поговорок. Нет, где-то, наверное, может быть, нам не хватило мастерства в завершающей стадии. Где-то слишком ответственный груз был, волнение, все. Мне кажется, вот это в какой-то степени свою роль, но, опять же, мы не умаляем достоинства команд Цеппель. Дикольевич, а вы уже знаете, как брать вы чисто? Там, предмачивая собрание было, они его избирали. Мы с ним встречались четыре раза, потому что вопрос, почему он просто не был. Вы же продумали уже, где-то шаг был вдоль, а это стадии. Нет, не продумали. Не говорим глоб, пока не приплюхну. Да. Игорь, какой мне благодаря, или вопрос, наверное, обоим главным тренерам? Есть такое впечатление, возможно, обманчивая, что это был первый единственный матч этой серии, где, в общем-то, вы оба должны быть удовлетворены, как бы, ну, как бы, самим матчем и его хозом. Почему? Потому что, в СССР, в общем-то, все получилось, насколько я понимаю, вы планировали, сначала начать, да, получить какой-то задел в счете, и потом, как бы, с этим играть. И вот так все играли. Динамо, очевидно, планировало, как бы, начало матча, грубо говоря, изъезжать на диск, а в скантовке, пользуясь, как бы, возможно, лучшей физикой, да, добить. И это тоже получилось, просто Динамо забило, вы их забили, вы кандидируете, как-то это? Ну, отвечу так, как вопрос, наверное, был адресован сначала нам, мы планировали играть все 60 минут, Динамо воспользовалась ошибка, мы не воспользовались. Это у вас был мощнейший стакт, а этот период был вообще лучший, наверное. Я повторяю, что у меня нет претензий по последним матчам и вообще по всей их настрою и характеру команды. Но в целом, да, чуть-чуть перепразили, за исключением того, что мы забили, у вас, в принципе, в весе не получилось, да? Как можно говорить, получилось, если мы не забили? Нет, ну по содержанию. Как говорят, содержание забывается, а счет остается. Олег Владимирович, Ваша очередь. Я считаю, что у нас сегодня была хорошая игра за всю серию. Ну, есть обстоятельства, играли много в меньшинстве, особенно в 3-5. Естественно, на силу не может быть. Молодцы выстрелы. И по нашу хреновую мочу пошел. Спасибо. Коллеги, есть вопросы, нет? На серию открытая сезон. Есть на традиционной салфе. Вальс. На традиционной салфе есть. Суды, 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 суды. На следующий раз, если вы наступаете к мистер Брэгену, после сезона, я хочу узнать, если вы действительно готовы начать следующую сезон и делать все сезоны как head coach? Я не хочу поменять, но изменения в нашу клуб. Это трудно для Коуза. Мы не закончили этот сезон. Я уверен, что мы проведем после этого сезона, и наши спортеры будут решать, как мы будем. Друзья, спасибо всем большое.